здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики с вами мороз алексей компания кровь монтаж сегодня мы с вами изготовим вот такие вещи своими руками колено для водостока его можно использовать как переходник хоть для газового котла и так далее из оцинковки и вот такая врезка в скат кровли для вентиляции кровечки часто используют вот такие элементы а теперь от слов в дело чтобы изготовить колено нам нужно вырезать развернутую ширину все очень просто все учились в школе диаметры окружности высчитываются по формуле пи д д в нашем случае диаметр я взял за основу изготовить диаметр 150 миллиметров то есть 150 надо умножить на пи число равняется 3,14 к этому нужно еще прибавить 2 сантиметра на так называемый замок который будет соединять эту окружность в нашем случае 407 миллиметров и 1 и мы добавляем 20 миллиметров на замочки и так равно 49 и 1 то есть получается развернутая ширина окружности загибать потом нужно будет 5 миллиметров зигзаго обратно и здесь у нас будет замковое соединение нам в принципе нужно отбить сейчас замочек 5 миллиметров и отмечаю 5 миллиметров и делаю загибать я вам покажу как все сделать вручную конечно согнуть я могу и на станке но предположим у вас его нет отбиваем киянкой и догибаем вот чтобы у вас получилось 5 миллиметров загнута таким образом с другой стороны делаем точно так же только не не забывайте повернуть замочек в другую сторону чтобы лучше сидел замок нужно отступить еще примерно 7 миллиметров от этой точки и сделать вот такой до загиб начинаем гнуть нашу заготовку нужна специально мягкая оцинковка ведь она очень податлива не оставляет так сказать ребристости и грани просто соединяем сидит замке нам осталось только киянкой закрыть замковое соединение готово давайте проверим диаметр четко 150 миллиметров я задал для будущего колена определенный угол рассчитывается угол это тоже геометрически я сейчас не буду тратить время этот расчет в принципе тема отдельного видео я тоже подсмотрел так что кого интересует ссылку я сброшу в описании можете посмотреть как геометрически рассчитать определенный угол чтобы вырезать нужную вам кривую это не говорит о том что каждое колено нужно так вымерять достаточно в мастерской иметь под определенный те диаметр несколько шаблонов ходовые диаметры и он вас всегда будет под рукой почему необходим точный расчет вот этого угла колена я сделал заготовку и оставлю ее на ровную плоскость нигде не должно быть зазоров по кругу должно быть идеально как будто отсечено под углом лазером если у вас в будут какие-то зазоры 3 миллиметровый двухмиллиметровых значит где-то вы ошиблись в расчетах состыковать две трубы будет проблематично вырезали шаблон из листа здесь на листе осталась линия реза и и тоже можно использовать этот шаблон рассчитан таким образом что соединение во внутренней части если уже вам нужен замок на наружной части колена а такое часто тоже бывает я сейчас объясню почему то вот это зеркальное отражение это как раз если вы вырежете дальше шаблон это будет замок располагаться у вас на наружной части трубы расположение замка зависит все-таки от потока воды есть внутренний угол есть наружные у колена нужно направлять поток воды не по замку а стараться его переворачивать сегмент какой-то вентиляционный врезать в плоскость кровли вода и поток воды дождевой или снег он всегда сверху трубы и в этом случае тоже замок ставится с наружной стороны нужно соединить вот эти два колена между собой все думают что это самая сложная часть на самом деле ничего сложного отчерчиваем 5 миллиметров по кругу и теперь нам нужно это 5 миллиметров сделать в плоскости до повернуть на 90 градусов это делается конечно легко зить машинкой но у нас ее нет начерченная линия и нам потихонечку нужно вы стукивать задача растянуть металл когда я стучу по этой линии он легко идет по этой линии одновременно рукой подворачиваем и не старайтесь сразу на 90 градусов молотком повернуть нужно пройтись два-три раза 4 миллиметра я загнул в 90 градусов от этой плоскости и важно тоже проверить чтобы идеально она без зазоров было тогда сойдутся два колена теперь беремся за изготовление второй составной части колена отмечать уже нужно не 5 миллиметров 4 а 8 8 10 на самом деле это быстро главное поймать ритм теперь отчерчиваем 5 миллиметров и пассатижами подымаем наверх и теперь вправляем сюда вот эту деталь вот она защелкнулась и начинаем зажимать за каких-то 15 минут я сделал колено его можно использовать и как водосточную систему какой-то переходник в кровельном деле без таких деталей элементов не обойтись квадратные трубы трубы кровельщики более-менее могут обойти встречаются на кровле круглые трубы вентиляционные и так далее всякие вытяжки вот их проблематично связать и герметично с кровью я вам сейчас покажу как круглую вентиляционную трубу допустим если такова есть врезать в плоскость кровли лучше располагать замок с внешней стороны чтобы вода его обходила сначала мы устанавливаем этот переходник в плоскость предполагаемой крыши и обчерчиваем мы не по линии режем отступаем приблизительно 5 миллиметров на заусенцах металл как правило начинает рваться линия реза должна быть идеально вырезана полукругом эллипсом без всяких заусенцев если такова готова тканиcile вот у нас получился такой элемент это вставка в фальцевую кровлю либо какой-то переходник на металлочерепицу там скрашенного железа этот элемент можно использовать на кровле и сразу может возникнуть вопрос а зачем это делать тем более вручную если это все можно купить там скажем на рынке либо заказать в каком-то цеху вопрос закономерные и отвечаю по моему убеждению кровельщик этот должен знать если бы я проводил какие-то тесты на умение кровельщиков эти бы изделия я бы обязательно включил в обязательный норматив почему потому что ну например в большом магазине икея мы приобретаем в разборном виде комоды шкафы в упаковке это конечно удобно дома по инструкции собрать там вложены и ключики и так далее и за 15 минут вы собираете комод конечно это удобно но от этого же я не стал не стану называть себя мебельщиком задача любого производителя материалов как можно больше продавать свой товар упростить как можно максимальный монтаж кровельного материала и чтобы как можно было больше кровельщиков бригад и соответственно мантий материал будет пользоваться спросом и будет продаваться конечно каждый преследует свои цели но сути это не меняет настоящий кровельщик обязан знать такие вещи и сделать своими руками кстати я вам расскажу забавный случай я какое-то время гостил в деревне этом продолжительное время в этой деревне был там пожилой человек он на всю округу делал какие-то элементы вот такие из оцинковки все к нему обращались трубы на газовый котел и так далее но этого дедушки не стало за какими-то вентиляционными элементами из нержавейки ехать далеко и дорого и когда я гостил в деревне я сказал что я смогу сделать там трубу на котел такие какие-то переходники для вентиляции я сказал что я смогу сделать такие вещи и мне было приятно что я помог людям надеюсь моё видео было вам интересно полезно как всегда с вами был мороз алексей компания кров монтаж до новых встреч пока